Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынковод компании Тикмилы с именем Я, Артур и Зиатур. Сегодняшний обзор хотелось бы начать с такой ложки дёртся в бочку мёда. Как вы знаете, в понедельник компания Модерн объявила об первых успешных результатах тестирования вакцин. На этом был всплеск оптимизма, был он в акциях, наблюдался он в валютах, в том числе в виде отката доллара. И естественно, сейчас, когда состояние рынка является довольно-таки хрупким, все новости значительного характера, как, например, новость о разработке вакцины, они, скорее всего, будут противоречивыми, потому что, с одной стороны, компании торопятся разработать вакцину и склонны предвосхищать положительные результаты. С другой стороны, инвесторы ждут, не дождутся этих новостей, поэтому склонны закладывать, забегать вперёд конкретной информацией, которая имеется в распоряжении, склонны перереагировать. И поэтому, немного разобравшись с той информацией, которую предоставила Модерна, можно было заметить, что на самом деле есть несколько косвенных признаков, которые указывают на отсутствие именно полноценного прорыва. Во-первых, это сдержанная реакция Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, точнее, отсутствие этой реакции. Компания Модерна сотрудничает с данной организацией, с данным учреждением государственным, участвует она в разработке также вакцины, и объявленный прогресс компании в понедельник, который, собственно, и вызвал такую бурную реакцию рынков, он не нашел отражения, не нашел реакции со стороны этого Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, не удостоился даже пресс-релиза со стороны данной организации, хотя эта организация известна тем, что она склонна своевременно информировать публику о своих достижениях, именно в тот момент, когда это важно, именно сейчас, можно считать именно тем моментом, когда очень важно предупредить мир о том, что вакцина уже находится в разработке, что ее тест успешен для того, чтобы не дать негативным ожиданиям захлестнуть рынок. Так вот, эта организация, можно сказать, проигнорировала новости Модерна, несмотря на то, что они сотрудничают, не было даже пресс-релиза со стороны института о том, что да, действительно, вакцина сейчас находится в разработке, да, появились некоторые результаты положительные по этому, и, собственно, это первая странность, это первый признак, который говорит о том, что, возможно, компания Модерна, она еще предвосхитила, вам так говорить, прогресс, предвосхитила достижения. Также, когда данную организацию, данный институт попросили прокомментировать достижения прогресса Модерна, то они отказались от комментариев, что, как бы, так же настораживает, видимо, вот этот институт, он более, можно так говорить, осторожный в высказываниях, в той информации, которую предоставляет общественность, и именно информация Модерна, да, которая поступила, наверное, в понедельник, эта организация, из-за чего, не столь существенной, да, чтобы публиковать на себя, как же, на сайте. Во-вторых, в основном заявлении компании утверждалось, что у 8 из 45 испытуемых, которые получили вакцину, развились антитела. То есть, основной упор в данном заявлении был на то, что вакцина способствует выработке антител. Всего у 8 из 45 испытуемых развились антитела. А возраст испытуемых, что интересно, остался неизвестным, компания его не указала. Но, что важно заметить, предыдущее исследование, накопленный опыт клинический, показал, что концентрация антител у переболевших различается с очень низкого до высокого, и это как бы намекает на то, что связи между концентрацией антител и защитой эффективны от вируса, может быть, и нет. Поэтому непонятно, к чему, собственно, информация должна клонить, которую предоставила модерна, о выработке антител. Потому что непонятно, пока действительно ли выработка антител означает выработку также защиты к коронавирусу. А также стоит заметить, что компания не публикует результаты своих исследований в рецендируемых научных журналах, почему-то нам не предпочит это делать, держит связь у нас с общественностью, рассказывает о своих достижениях посредством пресс-релизов, последний пресс-релиз о тестировании вакцины. В нем было достаточно много слов, утверждений, но было мало количественной информации, мало результатов, которые можно как-то измерить, которые могли бы заинтересовать научное сообщество, настолько заинтересовать, чтобы научное сообщество действительно признало, что есть существенный прогресс. Но формат пресс-релиза, к сожалению, к этому не располагал. Собственно, сегодня мы видим по компании модерна, точнее вчера мы видели резкое падение, падение видно, что оно составило почти 10%, как мы видим, с пика в 86 долларов, затем пошел такой стремительный откат, и сейчас цена акции стремится сокрыть ВВГ, который она сделала. Не это говорит о том, что все-таки пока весь оптимизм, который в понедельник мы наблюдали, и который был связан с разработкой вакцин, он, скорее всего, пока очень преждевременный, потому что есть ряд таких признаков, которые указывают то, что не стоит торопиться. По валютному рынку мы сегодня имеем ослабление доллара почти на половину процента, как мы видим. Происходит это на отсутствии серьезных негативных сюрпризов. Как вы знаете, с недавним времени доллар использовался статусом защитного актива, и вся негативная информация, которая была заложена в доллар, она выражалась как раз-таки в росте индекса доллара выше 100 пунктов. Сейчас происходит, собственно, откат, потому что спрос на риск растет, и, собственно, происходит обратная реакция к той, которая предшествовала текущему послаблению, да, будем так говорить, и поэтому доллар у нас продолжает снижаться, это вот основная тема торговли сейчас идет по доллару. Тем не менее, стоит заметить, что рост у нас сейчас фондовых индексов, которые вот сопровождают, которые сопровождают именно снижение доллара, он сейчас во многом базируется на ожиданиях, но это как бы и Америку не открыл этим заявлением, да, этим утверждением, потому что это давно известно об этом. Так вот, эти ожидания, они, естественно, подвержены корректировкам, проще спугнуть, так говорить, инвесторов, да, на рынке, которые именно делают ставку, делали ставку, да, покупали акции, именно базируясь на ожиданиях, потому что ожидания легче, сильно подвержены корректировкам, да. Важный экономический и политический апдейт у нас сегодня произошли по фунту сервисам, и по японской иене, которые сейчас мы будем обсуждать. Во-первых, сегодня появились данные по инфляции Великобритании, по потребительской инфляции. Это были данные за апрель. Итак, базовые показатели инфляции, он замедлился до 1,4% в годовом выражении. Прогноз у нас составлял 1,5%. Наибольший негативный вклад у нас внесли транспорт и расходы, связанные с жильем, что прежде всего отражает более позднее ведение карантина в Великобритании. Главный экономист Банка Англии Эндрю Халдейн, я уже говорил это ранее, что он вот позволил себе опустить такую фразу, что Центральный банк изучает возможности ведения отрицательных ставок на депозиты коммерческих банков, Центральной банки, да, в попытке стимулировать кредитование, чтобы отбить охоту у банков держать деньги в Центральном банке, в попытке стимулировать кредитную активность. И сейчас тревожная динамика вот такой инфляции нас склоняет Центральный банк к этим шагам, потому что если инфляция у нас продолжит снижаться, она рискует изменить инфляционные ожидания населения, что еще более важно, еще более критично, чем само снижение инфляции, потому что их сложнее будет затем вновь стимулировать, заставить сложнее население ожидать рост инфляции. Сейчас фунт у нас закладывает сценарий расширения программы количественного смущения в июне, так как Центральный банк должен поддержать у нас правительство фискальных дисциплин, и основной механизм, основная идея будет заключаться в том, чтобы контролировать премию за риск на рынке государственных облигаций, то есть быть присутствовать на рынке, быть постоянным покупателем, а для этого нужно увеличить программу количественного смягчения. Если мы посмотрим позицию по фунту, который у нас сейчас есть, по дневному таймфрейму мы видим, что есть у нас такой прямоугольник, я отметил его синим цветом, здесь несколько раз цена у нас касалась, выступала в роли уровня поддержки, вот здесь затем цена пробила уровень поддержки, затем она вернулась обратно в эту зону, если мы ее приблизим, мы можем видеть, что цена вернулась в эту зону, и вот здесь как бы стабилизировалась. Основная идея данной сделки, которая у нас сейчас здесь есть, это то, что покупатели, которые надеялись на отскок цены вот с этих уровней, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Затем произошел вот этот пробой, и при возвращении цены к этому уровню, покупатели, возможно, осознают, что покупатели фунт, пара фунт-доллара осознают, что вот этот пробой, он что-то означает, он как раз таки отражает вот эту фундаментальную основу, которая сейчас рассказывает именно склонность банка Англии, к тому, чтобы сейчас продолжать ослаблять, смягчать кредитные условия и вот склонность банка Англии к увеличению программы количественного смягчения, и вот этот тест, возможно, показал, что действительно эти опасения начинают сейчас закладываться, можно привести еще также риски по брексе, которые у нас также есть. Так вот эти ожидания у нас сейчас закладываются в фунт, и вот здесь, возможно, придет осознание покупателям фунта, что ожидания по монетарной политике и риски брекса не будут закладываться, что должно вызвать дальнейшее ослабление. И, собственно, этот уровень поддержки, который у нас здесь был, он превращается, переходит в сопротивление. Также у нас есть сделка по японской иене. Сегодня поступило сообщение от правящей партии в Японию о том, что необходимо усилить фискальную поддержку экономики. Для этого требуется координация с монетарной политикой. Это, опять же, та же ситуация, которая происходит в Великобритании. По сути, правительство намекает на то, что повышенный выпуск государственных облигаций требует работы в паре, работы в паре с Центральным банком. То есть Центральный банк должен поглощать этот повышенный выпуск облигаций. Это означает увеличение программы количественного смягчения в Японии. Это, соответственно, потребует от Центрального банка Японии объявить, собственно, об этих намерениях. И это сулит гене такую очень слабую перспективу, так как остальные, если мы вспомним, остальные крупные центральные банки, они уже обозначили планы в этом направлении о том, что когда и в каком размере они собираются увеличивать программу скупки активов, и это уже, получается, заложено в цены. А вот банки Японии только-только к этому подходят. Технически сейчас движение в паре до уриен у нас, технически, да, вот откат от уровня примерно в 108 пунктов. Если мы посмотрим на 4-часовой таймфрейм, то мы видим, что цена как раз-таки колебалась около этого уровня. Длительное время вот здесь можно видеть, что данный уровень выступал сопротивлением вот в этом периоде. Вот здесь также выступал уровнем поддержки, да, и вот здесь также при подходе к этому уровню, да, вот это произошло 12 мая, здесь у нас произошел откат, и вот здесь у нас произошел повторный тест, и учитывая, что у нас есть трендовая линия, да, в которой здесь проходит, основная идея сделки заключается на том, что техническая коррекция у нас совершится отскоком от этого уровня, и иена продолжит ослабляться, да, в соответствии с инициативами Центрального банка, в соответствии с инициативами правительства увеличивать фискальное стимулирование, Центральный банк должен будет, соответственно, подключиться, и вот поэтому завершение технической коллекции от трендовой линии затем, возможно, ну, мы это еще посмотрим, конечно, как это пойдет, должна будет вылиться в ослабление иены как раз-таки вот на этом факторе, на факторе такой мощной комбинации фискальной и монетарной политики, которая у нас ведет в Японии. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в Индейнике.